Москва. Официальное представительство нашей республики. За столом эксперты, ученые, юристы, политики, дипломаты. Проходит презентация книги «Политика правовые основы международного признания независимости Приднестровья». Изучена вся та политическая, юридическая, экономическая основа становления государственности Приднестровской Молдавской республики. Изучены конкретно все те документы, которые именно регулируют на сегодняшний день право на получение суверенитета. Ну и буквально из 200, я скажу, государств, которые на сегодняшний день образованы, 50 из них получили свой правовой статус, суверенитет буквально в последние 50 лет. Основой книги стали материалы круглого стола. Он прошел в конце 2017 года в Москве. Тогда историко-правовые основы нашей государственности обсуждали на площадке Федеральной палаты адвокатов России. Доказательную базу юристы собирали в течение полугода, подготовили специальное заключение. Приднестровье имеет право на признание. Принятые рекомендации были направлены в соответствующие службы Министерства иностранных дел, аппарата президента Российской Федерации, аппарата правительства России. Книги, которые презентовали в Москве, более 500 страниц на русском и английском. Доклады, мнения, экспертные оценки и выступления руководства Приднестровья. Целый ряд научных работ. Все понимают, что Россия сейчас не может на данном этапе прямо четко сформулировать свою позицию однозначно, что они за то, чтобы Приднестровье было суверенным и действительно ориентировалось на Российскую Федерацию. Во-первых, там есть юридические моменты и территориальные определенные нюансы. В то же время, то, что наш контингент находится в миротворческих силах, он имеет очень большое значение и, по сути дела, оберегает наших соотечественников, приднестровцев. На самом деле, устав ООН, весь норматив Международной правовой базы, императивно, почему императивно диктует необходимость и обязанность признания новых государств, которые отвечают определенным условиям. А Республика Арцах и Приднестровская Молдавская Республика полностью отвечают таким условиям. На Горном Карабахе также считается одной из важнейших задач, это признание независимости на Горной Карабахской Республики, вступление в ООН. Задачи наши совпадают. Мы все нацелены на то, чтобы в рамках своих возможностей поддерживать братский приднестровский народ. Если здесь пока у Приднестрова нет посольства, есть посольство Южной Осетии Абхазии. Мы готовы в рамках своих поддерживать, обсуждать, говорить. Южная Осетия всегда была рядом с Приднестровьем и будет так же. На презентации говорили о выступлении главы официального представительства Приднестровья в России с трибуны ООН. Недавно Леонид Монаков в Женеве говорил о том, как в нашей стране соблюдают права человека. Это еще один шаг на пути к признанию, считает глава МИД Виталий Игнатьев. У Приднестровья есть все необходимые основания для получения широкого международного признания и для того, чтобы Приднестровье стало членом Организации Объединенных Наций. Да, есть объективная реальность, есть пресловутые двойные стандарты, есть множество прецедентов, которых мы тоже знаем, и порядка трех десятков государств, которые возникли после 90-го года, по сути, в рамках совершенно уже другого мирового устройства, которое находится в состоянии трансформации, и этот процесс идет постоянно. Виталий Игнатьев напомнил о результатах референдума 2006-го. Тогда большинство приднестровцев высказались за независимость республики. Хотел бы призвать наше экспертное сообщество, уважаемых друзей, в том числе представителей России, не забывать о том, что есть постановление Государственного Думы, это первое. И второе, не забывать о том, что мнение народа, наверное, должно быть первичным. И территориальные вопросы, наверное, здесь все-таки имеют второстепенное значение. Воля народа – это тот универсальный, самый демократический принцип, который лежит в основе нашей государственности, и по идее он должен лежать в основе определения окончательно формулы урегулирования молодо-преднестровских отношений. Представительство Приднестровья в Москве открыло двери в конце января. Президент Вадим Красносельский уже провел там личный прием граждан. Всего рассмотрели уже более 200 обращений приднестровцев, живущих в России. Мы конкретно даем консультации, советы и принимаем определенные меры. Я думаю, что в данном направлении нам надо будет работать и дальше развивать, сотрудничать. Приднестровскую дипломатию в поддержке заверили российские коллеги. В Москве Виталий Игнатьев встретился с послом по особым поручениям российского МИДа Сергеем Губаревым. Общая позиция – как можно скорее возобновить встречи экспертных групп и политических представителей Приднестровья и Молдовы. Все международные партнеры высказываются за то, чтобы перегорный процесс был максимально динамичным, содержательным и приводил к конкретным результатам. Мы инициировали проведение заседания 5 плюс 2, мы инициировали проведение встречи политических представителей, мы также обратились к идее о том, чтобы пригласить в Приднестровье и в Молдову делегацию посредников и наблюдателей в перегорном процессе. Об эффективности работы формата 5 плюс 2 говорили и в нашей столице. Президент Вадим Красносельский принял посла России. Олег Воснецов прибыл в Тирасполе по случаю юбилея освобождения города. Российская Федерация принимает активное участие и будет активно участвовать в этом формате. Справедливо, что с прошлого года остались нерешенные вопросы. Бесспорно их надо решать. Я хочу, чтобы не было стагнации в перегорном процессе и мы должны идти вперед, не останавливаться, не тататься на месте. Вопросы еще есть, вопросов много. Вадим Красносельский и Олег Воснецов подробно обсудили и вопросы двустороннего российско-преднестровского взаимодействия.